Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы размещаем большое количество аналитического контента как дополнительная помощь и подсказка для вас, друзья, для принятия необходимых торговых решений. Напомню, что мы делаем анализ по разным финансовым инструментам, поэтому точно можем удовлетворить запросы каждого из вас, независимо от того, каким рынком вы интересуетесь. Ну что ж, сегодня заключительный день, но есть еще несколько отчетов, на которые мы должны обратить внимание. Это статистика по Штатам. Для нас сейчас американская статистика очень важна, потому что мы активно зарабатываем, друзья, на росте доллара, ведь правильно определили в свое время тренд, и сейчас с каждым отчетом, с каждым сигналом американского регулятора еще больше убеждаемся в том, что вот этот восходящий тренд по индексу доллара возможно только начало. И индекс доллара продолжит расти, как в рамках этого года, может быть даже вот эта бычая динамика зацепит и первые кварталы следующего. Но так далеко пока смотреть давайте не будем. Все-таки у нас сейчас главный фокус и вектор нашего внимания направлен на предстоящее заседание американского регулятора, которое состоится, по сути, через полтора недели. Мы к нему готовы, потому что уже в длинных позициях, уже купили, собственно, американскую валюту раньше. Я, правда, как вы помните, комментировал, что на отметке 107 пунктов уже вышел из сделки. Но я по-прежнему активно поддерживаю тех, кто привык брать по максимуму из каждого тренда и считает, что рост данного инструмента продолжится. Сегодня на повестке экономического календаря два отчета. Это ронечные продажи в США в 15.30 по московскому времени и еще мичиганский индекс, который выйдет в 17.00 по московскому времени. В любом случае, опять же, как и в ситуации с американским рынком труда, независимо от характера цифр, вот так вот справляются удивительные условия, индекс доллара может упрощить свои позиции. Потому что выйдет плохая статистика, значит, участники рынка будут покупать доллар на опасениях мировой рецессии. Выйдет хорошая статистика, у Федрезерова будет еще один аргумент, почему ему нужно активнее повышать процентные ставки. Но вопрос в том, нужны ли еще какие-то аргументы американскому регулятору. После последнего релиза по инфляции, я думаю, что нет. Индекс потребительских цен превысил 9% и составил 9,1. Это максимум за последние 42 года. Конечно же, американский регулятор обязан будет реагировать на такие данные, ужесточая монетарную политику. Если до выхода отчета по инфляции участники рынка сомневались в том, уместно ли повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов или на 75 базисных пунктов, то сейчас уже консенсус. Прогноз предполагает необходимость обязательного повышения ставки на 75 базисных пунктов. Но лагерь трейлеров постепенно смещается в сторону тех, кто за то, чтобы повысили ставку руководителя американского регулятора сразу на 100 базисных пунктов. И признаться в этом не будет ничего такого. ФРС будет не первым регулятором, который пойдет на такой агрессивный шаг, потому что уже на этой неделе Банк Канады повысил ставку на 1% пункт. И ничего, скажем, страшного не случилось. Поэтому ФРС может руководствоваться тем, что он предупреждал общественность, чтобы будет реагировать. Пока что он меньше степени обеспокоен рецессией. И значит, друзья, через полторы недели, когда пройдет заседание американского регулятора, мы можем услышать как раз о таком важном решении для рынков, которое может отправиться индекс доллара в район 110 пунктов. Почему бы и нет? Сейчас, по данным FedWatch, вероятность того, что ставку поднимут на 175 базисных пунктов на ближайших двух заседаниях составляет 75%. И я думаю, что на следующей неделе эта вероятность будет еще выше. Ну, то есть, такой расклад предполагает, что на одном из ближайших двух заседаний американский регулятор действительно повысит ставку на 100 базисных пунктов. Я допускаю, что ФРС начинает смотреть уже в сторону другого ориентира для нейтральной процентной ставки. Это не 3,5%, а 4%. Поэтому после, опять же, релиза по инфляции, я еще больше убедился в том, что сейчас на рынке нет ни одного финансового актива, который мог бы посоперничать с долларом в плане интереса фундаментального. Потому что доллар здесь, актив, который выигрывает благодаря действия американского регулятора, и доллар, он будет выигрывать как защитный инструмент на опасениях дальнейшего роста инфляции и постепенного сползания всей мировой экономики в рецессию. Если вы зададитесь целью, друзья, сейчас разобраться в том, как формируется и что сейчас происходит с настроениями голосующих членов американского регулятора, вы найдете очень много заявлений, комментариев после последнего отчета по инфляции. И увидите, что все они за то, чтобы регулятор действовал агрессивнее. Поэтому я предлагаю поставить в качестве следующего целевого ориентира по индексу доллара это 110 пунктов. Золото, которое мы также рассматривали уже на протяжении последних недель с одной установкой снижения, вот-вот сделает нашу цель, протестирует и закрепится ниже 1700 долларов за тройскую пункцию. И я думаю, что, скорее всего, золото пойдет еще ниже, потому что вот самый последний отчет демонстрирует, что отток из ETF фондов продолжается, друзья. Чем активнее растет доллар, чем больше вот эта идея популистская, что индекс доллара это несгибаемый инструмент сейчас, тем больше вероятность того, что участники рынка и спекулянты не будут связываться с золотом. Потому что в тот момент, когда они поставили на этот актив, рассчитывая на то, что это защитный инструмент, который должен расти в период рецессии, они уже очень много опатериали средств и денег, потому что за этот период времени золото просело на 20%, а индекс доллара вырос на эти же самые, ну там чуть пониже, от 10 до 15%. Ну, простые весы указывают на экономическую целесообразность работы именно с американской валютой. Доллар иена 138.95. Вчера практически достигли цели 140 йен, максимум был 139-137. Но он допускает, что нужно еще немного подождать и увидим значение повыше. Европейская валюта. Очередной тест паритета. Видели ниже, но потом пара восстановилась. Нужен какой-то фундаментальный триггер. Я допускаю, что триггером на серьезный пробой уровня паритета уже будет либо заседание Европейского центрального банка на следующей неделе, либо заседание Федрезерва через полторы недели. Но ждать осталось недолго, тем более, что тучи сгущаются для еврозоны. Еврокомиссия пересмотрела прогноз по росту экономики с 2,7% до 2,6%, но будут цифры еще хуже. Прогноз по росту инфляции с 6,8% до 8,3% к концу года. Но опять же, если мы допустим риск того, что северный поток не возобновит свою работу, инфляция улетит выше 10%, и этот сценарий, мне кажется, более вероятным. Поэтому я согласен с Сити, который видит потенциал снижения пары евро-доллар в районе отметки 0,96-0,97. Почему бы и нет. Так, и что касается еще двух инструментов, за которыми мы следим, это американский фондовый рынок, 3804 пункта, по-прежнему цель 3500, ничего не изменилось. И рынок нефти, 100 долларов за баррель, тоже как приклеенный бренд к данной планке. Ждем итогов встречи Байдена с королем Саудовской Аравии. Я думаю, что либо к концу сегодняшней торговой сессии, либо уже в выходных какой-то новостной фонд будет. Поэтому интересно будет понаблюдать за открытием рынка нефти в понедельник. Ну, это уже, соответственно, обсудим после. Сейчас есть негативный момент для рынка черного золота. Это блок китайской статистики, который очень сильно разочаровал. Темп экономического роста Китая во втором квартале минус 2,6% против прогноза минус 1,5%. Промышленное производство 3,9% против прогноза 4,1%. Ну, хорошо то, что золото черное пока что устояло. Это хороший признак того, что участники рынка держат про запас идею очень большого дефицита предложения, который есть. И он нивелирует весь негативный фундаментальный фонд. На этом все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.